Здравствуйте, дорогие друзья! Это программа «Честное мнение». Сегодня в студии у нас гостит Оксана Иванова, создатель музея святости и исповедничества на Урале. Этот музей объявляет открытый международный художественный конкурс, который называется «Шестая заповедь». Об этом сегодня и поговорим. И об актуальности шестой заповеди, и о том, как можно выразить ее средствами искусства. Вопросы у нас к вам, друзья, такие. Как бы вы сформулировали эту заповедь конкретнее? Звучит оно, напомню, «не убей» или «не убивай». Сформулировали бы, исходя из своего опыта и знаний о людях. Конкретизируйте, пожалуйста. Кроме того, вопрос, можно ли с помощью современного искусства познавать истину. Ждем ваше честное мнение по телефону 379-6570, код города 343. Пишите нам вконтакте, на фейсбуке и на форуме телеканала «Союз». Оксана, добрый день. Спасибо большое, что пришли и за этот конкурс. Спасибо. Вообще, Оксана, бывала у нас в эфире уже не раз, но в прямом эфире впервые. Поэтому волнуемся мы обе. Вот про конкурс, про саму идею, про то, чего вы ожидаете от этого проекта, каких результатов. Добрый день, здравствуйте, спасибо за приглашение. Всех поздравляю с Днем Святого Духа. И, вы знаете, от этого конкурса мы ожидаем многого. Главное, это, наверное, явление образа, заботы, ценности человеческой жизни. Вот мы столкнулись с такой проблемой, что этот образ ценности, важности человеческой жизни современным языком не выражен, художественный в том числе, не выражен, не явлен. Вот когда была такая большая дискуссия и полемика по поводу билбордов с изображением Сталина, я обратила внимание, что все статьи, как... Ну, в основном они были, слава богу, в нашем городе с отрицательным мнением к этому явлению. Но, тем не менее, отрицая опыт человека ненавистничества, образом которого являлся Сталин, тем не менее, эти статьи сопровождались его портретами, изображениями и так далее. То есть стало понятно, что образа новой человечности, новой любви к человеку, ну, как-то еще вот не родилось, или он как-то еще не явен, не известен. И вот тогда мы уже начали задумываться о том, что это проблема, потому что задача искусства, одна из самых главных задач искусства, это явить образ, отобразить, показать. А сейчас, если мы даже обратимся, ну, в том числе и к православным каким-то порталам, средствам массовой информации, мы увидим, что образы используются из прошлого, из живописи, из иконописи в основном. А современных иллюстраций, которые... Статьи-то, тексты довольно современные бывают, а вот иллюстрации к ним, образы, ну, может быть, фотографии, если и то не так часто это используется. Поэтому вот тогда мы это осознали своим коллективом, ну, когда подводили итоги, анализировали, что это одна из проблем. Просто проблем современности. И... Ну, потом на это наслоилось очень многое. Ведь проблема жизни, остросты в нашей стране, особенно в год столетий революции. Потому что мы сейчас подходим к тому рубежу, когда будем отмечать столетие вот этой братоубийственной, ну, розни мира сего, которая просто возобладала, гуляла, царила, делала, что хотела в нашей стране. И вот в свое время Сергей Радонежский, ну, нашел такой ответ, ответ, ну, совершенно гениальный, который мы повторяем, но это был его ответ тогда. И через него этот ответ увидели и поняли его современники. Но ведь нам и сейчас нужно найти свой, наш, современный ответ на этот вопрос. Как преодолевать эту рознь? А, собственно, ну, вот конкурс называется «Шестая заповедь». И звучит он действительно как «Не убей», но, может быть, наше внимание не столько на прямом физическом смысле. Ну, слава богу, у нас сейчас нет войны, нет таких массовых убийств. Я надеюсь, и не массовых. Но ведь человек имеет еще и душу, имеет еще и дух. И вот это тоже все время подвергается опасности. Дело в том, что мир устроен так, что когда кто-то претендует на… ну, появляется, да, в чужом пространстве, то чтобы это пространство себе освободить, человек, собственно говоря, и прибегает к убийству. Что это такое? Это вот решение проблемы своего жизненного пространства. Физического ли, территориального ли, творческого ли, душевного ли. Это, может быть, любые виды обитания человека. И в мире сем этот вопрос решается с помощью убийства. Физического ли, морального ли. И ведь здесь очень много тонкостей и граней, и ведь и презрения. Да, вот в Евангелии Господь уточняет эту заповедь Моисееву. Не презирайте никого из малых сих. Или он, допустим, говорит, кто скажет брату своему рака. Ну, что это значит? То есть тот, кто откажет человеку в праве на достоинство, на жизненное пространство, тот в каком-то смысле тоже становится убийцей. Убийцей достоинства человека, его, в конце концов, право на образ и подобие Божие. И вот такой был повод просто практический. Ряд богословских размышлений и задач. И вот поскольку очень много творческих людей вокруг нашего музея, и мы общаемся с ними, и нас вот очень поддержали в этой идее. Она довольно долго обдумывалась, готовилась, развивалась. И вот вся эта напряженная работа, почти полуторагодовая, вот вылилась в то, о чем мы сейчас с вами говорим. В вашем конкурсе будут номинации «Живопись», «Компьютерная графика», «Художественная фотография», «Анимация». То есть вы предлагаете людям, творчески одаренным, визуализировать заповедь «Не убей», так, чтобы она была понятна, близка, была воспринята людьми, которые очень нуждаются в картинке. Я вот помню, старшая дочь еще училась где-то в сильно начальной школе, и учителя уже тогда, это были 90-е годы, били тревогу. Детям нужна картинка. Они не воспринимают информацию на слух. Говорили они, включайте детям аудиосказки, читайте им вслух, потому что это беда современных школьников. Сейчас, я думаю, беда только усугубилась. И отчасти поэтому, наверное, ваш шаг в направлении вот таких художественных образов. Я просто подводя итог вот тому, что, Оксана, вы рассказали. Ну, конечно. То есть, Троица Рублева не устареет никогда. Я сразу же нашим строгим зрителям, поясняя слова Оксаны, что она не против икон. Она человек глубоко православный. Просто современному человеку надо показать иногда то, на что он среагирует. Это будет щелчок. Он остановится и задумается. Не имеется в виду ничего ниже плинтуса и ниже пояса. Ну, я хотела бы уточнить, что наш конкурс для всех. Конечно, мы были бы рады и в первую очередь приглашаем профессионалов, тех людей, кто этим интересуется, кто это умеет, кто это любит, для кого это язык размышлений. Но, в принципе, он принципиально, он открыт для всех. Потому что я уверена, что какая-то художественная идея может быть доступна и выражена интересно и любителями, и людьми, которые просто об этом задумаются и что-то захотят выразить. И я не вижу здесь противоречий с иконописью, в том числе и древней русской, и не древней, и русской, и нерусской, и любой. Потому что ведь когда-то Троица, Рублёва, это было абсолютное новаторство. Это было абсолютно, как бы мы теперь сказали, на пике современного искусства. И слава Богу, что у нас это есть, это достояние всего мира. Но я думаю, что живая нация, народ, никогда не останавливает своего поиска. Надо одинаково, важно знать и смотреть, всматриваться в своё прошлое, но, безусловно, надо искать будущее, в том числе и пытаться выразить его с помощью художественного языка. Я не уверена, что мы что-то найдём, но мы поищем. Оксана, прозвучало про то, что нет массовых убийств, вот, к сожалению, они есть. И первая ассоциация, которая у меня возникла, когда я прочла сообщение об этом конкурсе, это было противодействие абортам. То есть вот на какую бы тему я стала рисовать, так вот на тему не убивайте этих деток, да, их не видно, но они живые. Я хочу сказать, что Оксана человек, который шесть раз отвечал на вопрос «не убей», это мама шестерых детей, и вопрос, я думаю, ставился, узнаю нашу медицину, и было сказано, что нет рожаемой, слава богу, все родились в возрасте от 26 до... До полутора лет. Всем передаем привет. Ну вот, Оксан, что с этим? Нет? Не про лайф мотивация была в этом конкурсе? Ну, это конкурс многомерный. Мы изначально хотели его сделать для разных возрастов, по разным номинациям, чтобы люди, которые привыкли к традиционной живописи, и люди современные, молодые дизайнеры, художники, которые работают в жанре уже компьютерных технологий, могли принять участие. Но также мы не закладывали идеологемы какие-то. Ну, то есть, он не призван решать какие-то социальные задачи или проблемы высвечивать, хотя они подразумевались, конечно. Это и проблема абортов, и тесно связанная с ней проблема детского суицида, и проблема терроризма, и проблема компьютерных игр, которые стирают в сознании какие-то грани и делают, ну, как бы, виртуальное убийство. Стрелялки, да. Да, вот проблема виртуального убийства — это тоже проблема современная. Безусловно, это проблема, ну, просто социальной агрессии, социальной разобщенности. Ну, то есть, то, что мы позволяем себе, допустим, в соцсетях, да, какие-то высказывания, какой-то уровень, ну, такой агрессии, неприятия. Вот все эти моменты, они, конечно, присутствуют, как бы, имплицитно в задачах этого конкурса. Но ни одна из них не является, как бы, приоритетной. Приоритетной, главной. То есть это и не пролайферский конкурс, и не антитеррористический, и, там, не политический, не... Как бы вот задача, можно сказать, так художественно-богословская, если так вот в ее основе лежит. А как раз вот ваш вопрос, который вы прочитали, как бы вы эту заповедь для себя вот на современном языке, исходя из своего опыта, сформулировали? Ну, собственно, Светлана, вы это и сформулировали, исходя из своего опыта, что для вас эта заповедь прежде всего звучит, как «не сделай аборт». Ну, потому что просто это сейчас вот кровоточит, это рано, и мы мало... Ну, об этом много говорят, но не очень понятно, что с этим дело. Мало мы успеваем сделать в этом направлении. То есть пока мы говорим, деток убивают. Пока мы, там, пьем чай, деток убивают. И вот это. Вот это и поэтому. Знаете, я вот хотела еще добавить, что, может быть, еще одна вот третья задача этого конкурса в том, чтобы общество наше все-таки договорилось хотя бы по одному вопросу. Что такое хорошо и что такое плохо? Может быть, мы не пресечем каких-то действий, но мы можем расставить акценты, мы можем сказать, вот это плохо, а вот это хорошо. И если это будет достигнуто на уровне всего общества, ну, мне кажется, это будет иметь очень серьезные, сильные и практические последствия. Дай Бог. Оксан, как нашим зрителям конкурс международный, участвовать могут все, как прислать вам свои работы и в каком виде они должны быть? Ну, сейчас у нас этап такого предварительного отбора. Можно прислать все работы в электронном виде на электронный адрес Титр, покажите, пожалуйста, чтобы наши зрители могли записать этот адрес. Должно быть разрешение 3000 на 4000 пикселей, ну, то есть это должна быть и такая работа, которую можно будет использовать для выставки. Потому что цель конкурса – отобрать работы для выставки. Я напомню номинации «Живопись», «Компьютерная графика», «Художественная фотография», «Анимация». Дорогие друзья, у нас вышло время, не было ни одного звонка, видимо, все сидели внимательно, слушали. Спасибо вам и за это тоже. У нас есть несколько комментариев ВКонтакте. Очень быстро. Ксения Кабанова спросила сына, как понимать заповедь «Не убей». Это значит не убивать никого, ни ребенка, ни котенка, ни комара. Хотя они такие маленькие-маленькие, с ними трудно. Ни Господа не убивать. А разве можно Господа убить, спрашивает мама. Ну да, он бессмертен, но можно убить его в своем сердце, когда грешишь. И еще можно врагов убивать, если они первые на нас нападают. Вот такой взгляд маленького Фадейки Кабанова. Спасибо Машке и Ксении за эти откровения. Спасибо вам, дорогие друзья, за внимание. Спасибо Оксане Ивановой. Напоминаю, Музей святости и исповенчества на Урале объявляет открытый международный художественный конкурс «Шестая заповедь. Не убей». Дорогие друзья, эфир телеканала «Союз» продолжается. Я с вами прощаюсь. Дай Бог, увидимся. До свидания.